Всем привет, дорогие друзья! Вчерашний видеоролик вызвал достаточно много интересных комментариев, я решил сейчас коротко так по ним пробежаться и, возможно, некоторые такие ответы на вопросы сделать, кому-то, может быть, будет интересно. Соответственно, первый вопрос, который, в принципе, я прочитал еще вчера, был в том, что в видеочипели была изначальная причина. Это, кстати, хороший вопрос, потому что я тоже не уверен, мне кажется, что изначальная причина, скорее всего, была в браке именно текстолита, я, по сути, об этом видео и сказал. И, возможно, впоследствии просто-напросто эта проблема начала сильнее, так скажем, выражаться, и впоследствии как раз-таки замена видеочипа. Видеочип, кстати говоря, там новый, действительно, там, даже когда она к нам попала, это видеочип, ну, видно, что он сновья дата-код, всякая такая фигня. Вот, поэтому я думаю, что я, собственно, и выразил эту мысль, что, скорее всего, его заменили, карта начала действительно какое-то время работать, а потом уже сдохла, потому что причина была не в видеочипе. То есть неправильная диагностика здесь тоже сыграла свою роль. Отчасти, опять же, я хочу здесь, наверное, перетранслировать свой опыт работы, кстати говоря, даже с этими ребятами, потому что в данном случае, я, как и говорил в видосе, я знаю сторону конфликта, обе стороны конфликта. Вот, и у меня тоже есть негативный, к сожалению, опыт работы с ними, но, как говорится, тут, блин, спасибо, что деньгами, господи, взял. У меня была карточка, выкупленная на запчасти достаточно давно, которая лежала, именно там была сначала проблема с питанием, потом, соответственно, там была 43-я ошибка в диспетчере. При этом не бился, ничего, ну, не помогало. В результате, после всех манипуляций, тогда еще у меня было достаточно скудное представление о 3000-й линейке, опыта не хватало, можно так даже это назвать. Вот, соответственно, я подумал, что, наверное, дело в видеочипе, и решил, так как, ну, не рисковать клиентской техникой, да, видеочипов тогда на рынке практически, ну, не так сказать, что не было, но, типа, каких-то адекватных вариантов было мало. Я решил обратиться к этим ребятам с Avita, вот, они, как бы, сказали, да, мы заменим сами, при этом у них было интересное предложение, а именно стоимость отдельно видеочипа и замена его одинаковых денег стоила. Соответственно, я так подумал, действительно, а какой черт мне тогда самому его менять, если я могу отдать, и мне его там заменят. Ну, профит, сразу можно будет проверить, дело было в этом или нет. В результате, все, договорились, все, карточку я оставил, спустя время мне там написал как раз человек, что, ой, знаете, у нас там что-то, как-то все мастера заболели, там все дела, короче, ничего не получается. Короче, мы видеочип-то ваш сняли, вот, а выдадим вам новый, а вы уж там сами поставьте. Я такой, блин, ну, это первый момент, который меня смутил, мягко говоря, но, опять же, аргументом явилось то, что они сказали, мы не знаем, когда у нас там выйдут мастера, а изначально это, судя по всему, MSI-овская гарантия или авторизация, то есть у кого есть действительно доступ к видеочипам, этот процесс нехитрый, я уже рассказывал, в принципе, про него, что к вам приходит видеочип, да, его просто-напросто подменяют, то есть как бы проводят как сделанный ремонт в авторизации, то есть по документам все чисто, для производителя, по крайней мере. Да, это обман производителя в данном случае, но, как говорится, а какие сейчас альтернативы? Вот, соответственно, это уже их проблемы, да, я в это не суюсь. Моя задача, как получить живой видеочип, а какими уж там путями, типа, меня это не особо волнует, как бы, как и большинство людей, которые обращаются в данном случае в такие места. То есть моя задача починить клиентскую технику, остальное я плачу деньги за честную работу, а уж как они там тасуют карты и прочее, ну, типа, чуваки, меньше, знаешь, крепче спишь. Ну, возможно, кому-то это сейчас тоже не понравится, и кто-то начнет говорить, что, а, это плохо, это это. Ребят, это, к сожалению, законы рынка, и я вам даже более того скажу, наверное, процентов 80 вообще всего, что находится на рынке ремонтов, так скажем, это так или иначе какая-то контрафактная продукция, которая добыта непонятно какими путями. Ну, вот, может быть, откроют для кого-то секрет внезапный. Ну, да ладно. Еще одна интересная особенность была в том, что мне сказали, что, типа, ну, мы отдаем там своему мастеру, который там все связан с авторизацией, у него там, ну, сразу, знаете, такое повышение квалификации в моих глазах. Я думаю, блин, ну, если с авторизацией, значит, это что-то крутое. Вот, он сам продиагностирует, выдаст там вердикт и прочее. В результате, как бы, сказали, да, да, действительно, видеочип, выдали мне новый видеочип, мою карту без чипа, сняли все, в принципе, аккуратно. Я прихожу домой, ставлю видеочип и получаю 43-ю ошибку. Тогда я еще не знал этого дефекта, но в результате, открою секрет, там дело оказалось в видеопамяти. Вот, которая никак не детектилась при этом, при всем. Опять же, сейчас сильную демагогию на то, как я это все нашел, сделал и прочее, я говорить не буду. По итогу карты я починил. Но по факту я отдал деньги за операцию, при которой мне сказали, что у нас свой мастер, который продиагностирует, который выдаст вердикт. То есть, сняли мой живой видеочип, выдали мне новый живой видеочип и, собственно, все. Я его поставил и ни к чему не пришел. То есть, мне, кстати, пришлось еще и с памятью разбираться. Вот, поэтому это чисто сугубо мой личный опыт, поэтому после этого я, как бы, ну, нашел другие каналы поставок видеочипов, с которыми я сейчас сотрудничаю до сих пор. В принципе, меня все там устраивает. Там я как раз-таки именно, там, во-первых, более, так скажем, честные условия, да, работы. Вот, и цены, соответственно, тоже более интересные. Так вот, в любом случае, тут, как бы, мой опыт и опыт моего клиента подсказывает мне, что, прошу прощения за телегу, вероятность того, что изначально здесь был живой видеочип, она весьма высока. И, скорее всего, дело-то действительно было не в этом. Вот, ну да ладно. К тому же, когда я общался с самим исполнителем, да, в лице человека, который мне, собственно, все это организовывал, он сказал, что да, их мастер подтвердил, что там проблема точно в видеочипе. Все дела. После того, как я ему скинул, что дело-то оказалось не в видеочипе, ну, типа... Ничего, как бы, а что ты хотел? Ну вот, соответственно, никто мне никакие деньги, ни прочее не возвращал, даже не предложили. Но, блин, тут я рискал своими бабками, своим опытом, как говорится, ну, просто я сейчас... Мой опыт вышел мне в достаточно дохренища бабла. Поэтому вот вам как вариант. Так что здесь гарантии какой-то нет. Я даже подумал, что, возможно, снять-то видеочип сняли, а поставить не поставили, что за бред? Скорее всего, возможно, даже поставили. Увидели, что все равно 43-я ошибка, и, типа, решили такие, ну, мы отдадим ему отдельно видеочип, он же ремонтник, и сам там уже разберется. Как бы наша задача дать ему новый видеочип, а остальное пошел он в задницу. По крайней мере, это то, как вижу ситуацию я. Возможно, видят они ее иначе. Отсюда рождается следующая небольшая такая подтемка про вообще авторизацию и про авторизованных ремонтников. Честно скажу, по своему опыту, у меня больше негатива с данными товарищами в плане, в принципе, авторизованных сервисов, потому что, как правило, я, как и большинство, наверное, всегда был уверен, что авторизованные сервисные центры это нечто гиперкрутое, где супермастера сидят просто там в эссерманы своего дела, у которых есть ответы на все вопросы, все технологии, все схемы, программы и прочие билиберда, у них все абсолютно есть. Это далеко не так. Я бы даже сказал, что это в принципе не так. Квалификация большинства авторизаций, как бы, ну, весьма плачевная. Есть крупные хабы территориальные, да, которые там находятся в крупных городах, туда сваливают всю технику, по сути, с окраин и ее там ремонтируют. Там действительно, как правило, есть, во-первых, люди, которые понимают, что они делают, у них есть вся документация, у них есть рекомендации производителей, я вам даже так секрет открою, может быть, у MSI, у Asus, у кого там еще, у Gigabyte, по-моему, есть прям целые мануалы, как чинить видеокарты. То есть там вот прям для полных дурачков написано, куда что тыкнуть, что какую команду ввести, на что смотреть и всякое такое. Вот, поэтому действительно в этих авторизациях с высоким, так скажем, уровнем, да, там действительно все более-менее нормально. Но попадет ли туда ваша карта, далеко неизвестно. Тут, собственно, отсюда и рождается то, что когда я так или иначе контактировал, да, по работе с такими гражданами, которые типа в авторизации, мне всегда, знаете, это забавляло, я-то как бы, ну, верю в людей, и мне всегда говорят, у нас свой авторизованный ремонтник, который там просто шарит, божит, он все знает, там все дела. А когда так или иначе начинаешь с ним косвенно, да, через третьих лиц контактировать, то есть задаешь какие-то вопросы, ну, чтобы ему передали, да, или еще что-то, понимаешь, что он вообще ни хрена не понимает, что для него там диагностика заключается в прогоне фурмарка или еще чего-то, и на этом, собственно, все. Поэтому, ну, я достаточно давно уже разубедился, но каждый раз, когда мне так или иначе приходится контактировать с авторизованными ремонтниками, я всегда как бы по умолчанию думаю, блин, ну, наверное, этот это крут, этот, наверное, крут. Но сколько я с ними не общался, даже с теми, кто работал в авторизации, а потом ушел, все как один говорят, что в большинстве случаев это мрак. То есть там нет ни хрена, там ни хрена не платят, там даже схемы порой не выдают, то есть чтобы схему получить, там надо пройти огонь, воду и медные трубы, проще на влабе скачать, чем запросить официально. Ну вот, поэтому там бюрократия настолько жесткая, что в результате мы видим, что дефицит предоставляемой информации ремонтнику ведет к тому, что его квалификация остается на одном месте, и он не развивается. Соответственно, даже спустя время такие люди работают в авторизации, они, ну, опираясь на свой небогатый опыт, переговаривают в том числе видеокарточки. Тут, кстати говоря, у меня недавно была партия карт с авторизацией, и я как раз таки сидел и охреневал от того, какие там дефекты. Ну, то есть дефекты там, ну, я уже практически все распродал на запчасти, как раз таки покупал, под восстановление точнее. Там, ну, типа, сидишь и думаешь, это реально, типа, в авторизацию пришло? То есть там, условно, начиная от того, что биос просто перепрошить, заканчивая тем, что там, не знаю, резистор один восстановить. Ну, блин, короче, в такие моменты, понимаешь, что там карт было достаточно много, ну, там штук 20, типа, или около того. Вот. И понимаешь, что, ну, типа, дополнительное подтверждение, наверное, своей вот этой мысли, что на авторизацию уповать, по крайней мере, смысла в наше время нету. Я не хочу здесь ни в коем случае никого оболгать, приунизить или еще что-то. Я просто-напросто здесь транслирую свой личный опыт. А верите этому опыту или нет, это дело ваше. Я просто говорю то, что вот я наблюдаю за чем. Что действительно авторизация как-то обнищала в наше время. Может быть, когда-то авторизованные сервисные центры были топчиком, у них все и вся было. Сейчас это далеко не так, потому что и зарплата, во-первых, там, ну, весьма скудная, по крайней мере, в большинстве случаев, да, за исключением, опять же, крупных каких-то хабов. И предоставление той же документации самим производителям зависит от того, какой уровень у вас авторизации. То есть, вы можете там на начальном уровне быть, вам вообще ничего не дают, вы должны как-то сами там выкручиваться. Вот, поэтому, ну, это такой вот сейчас моментиц, который хотелось бы вам рассказать. Дальше, про то, что как же так карточка на гарантии была в куче сервисов, что-то не договорит хозяин карты. Во-первых, карта на гарантии, я уже, в принципе, поднимал эту тему, здесь коротко пройдусь, что... Сейчас, в связи с обстановкой, многие карты, купленные за рубежом, на них гарантии уже не распространяются. Часто даже производитель говорит, обращайтесь в место, где вы покупали, а не в какую-то международную гарантию. Поэтому тут, ну, это абсолютная норма, поэтому у всех ремонтиков видеокарт, карта 3000 линейки сейчас до жопы. Их очень много было куплено раз, и гарантийные обязательства уже не факт, что на них работают два. К тому же, есть карта, на которой была гарантия 6 месяцев, скажем, у MSI в тех же. Так что, нет, 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 это абсолютно нормально. Так. Сейчас. Ну, тут технокухню берите в DNS, пацаны. В принципе, вот это основная моя мысль, которую я, в принципе, всегда транслирую, что берите на гарантии и несите только вот по гарантии в магаз, там и прочее. Все фиксируйте, чтобы в случае чего бабки вернуть. Насчет рентгенаппарата частенько мне его советуют. Блин, ну, во-первых, это достаточно недешевая штука, во-вторых, на самом деле в практике, я уже освещал тоже там тему одному, по-моему, из подписчиков, это штука, которая, ну, типа, она бессмысленна, потому что можно на стадии диагностики уже многое сказать. Поэтому, типа, может быть, это, конечно, и приятная штукенция, но не знаю, в практике я, конечно, ее не щупал. Может быть, когда-нибудь, когда будет и помещение под это и прочее, может быть, купим ради прикола, для того, чтобы как-то, может быть, выделяться, что у нас рентгенаппарат есть. Ну, вот. Жалко человека, потратил 45к, а карта не ожила. Потратил человек не 45к, а раза в три больше, потому что вы еще считаете сумму установки видеочипа и видеочип, которые он делал как раз-таки у этих ребят. Вот. И плюс, да, 45 тысяч за это все. Нам самим было крайне неприятно, в принципе, в данной ситуации даже деньги брать, потому что, ну, по факту, карта действительно не заработала, и у карты проблема с... Явная проблема с текстолитом, ну, как бы там ее не скроешь. Там можно начать восстанавливать пятаки и прочее, но явно текстолит был, скорее всего, перегрет, либо действительно не по термопрофилю, так скажем, отрабатывал. Вот. Почему мы этого сразу не заметили? Да потому что еще таких случаев тупо не было. То есть не было 3080, где внезапно текстолит сдох. Поэтому, конечно, теперь, зная ситуацию, мы тоже будем умнее, будем это проверять. Но было ли это с самого начала, тоже непонятно. С самого начала, может быть, там были обрывы только под GPU, но, опять же, карта к нам поступила с слипшимися шарами под видеочипом. То есть там вообще питальники не поднимались. То есть ни GPU, ни память, все в коротком было. Соответственно, понятное дело, что у тебя в лоб первая идея, что надо поднять видеочип, поднять видеопамять, посмотреть, что с доской, восстановить ее, если нужно, посадить это все обратно и уже от этого отталкиваться. И тут как раз, опять же, была тема с тем, что типа вот, взяли деньги не за счет. Ну, блин, ребят, вот это я уже много раз тоже поднимал разговор на эту тему, потому что, в смысле, взяли деньги не за что. Мы взяли деньги за проделанную работу. Да, карта не заработала, но именно поэтому в такие моменты я всегда клиенту говорю, я не рекомендую, я не советую или еще что-то типа того. То есть, грубо говоря, я уже говорю, что мы ее, скорее всего, не починим условно, да, но тут лотерея абсолютная. И, соответственно, ну, мы в таких случаях, если человек отказывается, мы, наоборот, с облегчением вздыхаем, фух, все, можно ее упаковать, отправить и взять просто следующий ремонт, потому что, как бы, ну, время тоже идет, и надо следующие заказы делать. Но человек, допустим, если соглашается, это уже, ну, не первый случай, который я тоже освещал в подобном ключе, что иногда диагностика там может стоить 10, 20, 30 тысяч рублей, потому что клиент уже говорит, что смотрите, все указывать на это, но я бы не рекомендовал, но есть люди, которые действительно говорят, до победного давайте пробовать. И вот мы пробуем. То есть, здесь уже отношение переходит в другой непосредственно ранг общения, потому что ты из обычной диагностики приходишь в тот момент, переходишь с клиентом, когда ты ему даже уже советуешь, что это не нужно, но клиент сам хочет. И ты ему даже можешь осветить, что, типа, вероятность того, что все это починится и прочее, она минимальна, но в условиях состояния карты однозначного вывода нельзя сделать. Соответственно, тут уже непосредственно человек думает пробовать или не пробовать. То есть, вы должны это понять. По факту, сейчас на этой карте и GPU, и память живые, скорее всего, с вероятностью 99%, если их, конечно, там не подменяли никоим образом. Вот, потому что тоже такое бывает. Карточка сейчас, при поступлении она вообще петальники не поднимала. Сейчас она хотя бы на B2 висит и проходит тест памяти. То есть, вы должны это тоже понимать. Но тут меня, я думаю, поймут только ремонтники, потому что я прекрасно осознаю то, что для большинства обывателей такие моменты, это типа, то есть, я отдал деньги ни за что. То есть, вот, ну, примерно вот такого. Потому что люди в большинстве своем хотят отдавать деньги только за результат. Ну, когда есть результат, мы всегда берем деньги за это, понятное дело. Но когда результат весьма посредственный, и мы сами не хотим этим заниматься. То есть, мы не хотим это делать. Нам это не по кайфу, мы не хотим... Ну, человек хочет, человек настаивает. Что, мы должны забесплатно это делать, если есть альтернатива в виде других заказов? Вот это мне непонятно. И почему люди так некоторые начинают бадхёртить, что типа, вот, как же так, взяли деньги, ничего не заработало? Ну, блин. А что я сделаю-то? Ну, типа, я скажу там, хорошо, тот же Саша сидит, занимается этой картой, все проверяет, там, три дня своей жизни отдает, а потом я ему скажу, ну, знаешь, мы деньги не будем брать, а ты просто так забесплатно это все сделал. Ну, типа, это тоже глупо. Вывод должен быть один, сломалось на Авито. Ну, на самом деле, не совсем так. Да, совсем забыл, здесь как раз-таки была ещё где-то... Был где-то коммент про то, что... Можно купить доску. Ребята, доски сейчас в дичайшем дефиците. Знаете, мне вообще здесь понравилась тема, когда я поднимал как раз-таки тематику того, что я продаю иногда на Авито жмуров. Вот, мне говорят, ломай текстолит, чтобы они не продавались как, там, живые мошенникам. Так текстолит, это самая, по-моему, сейчас ценная вещь в видеокарте. Ну, для свежих карт, не для старых. Для 2000-й, 1000-й линейки она уже практически ничего не стоит, там, этого текстолита у всех валом целого. Для 3000-й линейки текстолит на какую-нибудь 30-90 целый стоит, ну, нормальных денег. Поэтому ломать его смысла вообще никакого нету, он тогда вообще нафиг будет, никому не нужен. Потому что проще взять, заказать памяти, найти ГПУ, посадить, всё это дело, заработать бабла на перепродаже данной карты. Вот как это работает. Соответственно, ломать никто никогда ничего не будет, ломает только MSI. Кроме MSI, через авторизацию больше никто текстолит не ломает, и то они не весь его ломают, если уж на то пошло. Ну вот, вы должны это тоже понимать. Так, где-то перегрели до безобразия, что начал рваться текстолит. На чём насчёт перегрели, не факт. Может быть, это действительно был заводской изначально брак, что, скорее всего, так и было. Но под действием температуры просто-напросто это всё дело усугубилось. Этим болеют, кстати, в большинстве своём асусовые карты. Но, конечно, и у MSI такое бывает, да и у любого производителя такое бывает. Так, что-то там ещё было интересное. Ну вот, то есть, скорее всего, изначально ГПУ был рабочий, человек просто заплатил замену рабочий на рабочий, и что за производитель карты MSI? Ну вот, да. Я подозреваю, что, скорее всего, так и было. Это как раз-таки виновник неправильной диагностики, когда человек может попасть на бабки, к сожалению. Просто ГПУ кто-то украл. Но на самом деле не уверен, потому что ГПУ действительно был свежий, то есть по датакоду, по крайней мере. Ну вот, насчёт сам искусственный создал. Но человек, у которого есть и так доступ до ГПУ, мне кажется, воровать ГПУ, ну это весьма странно. Ему продавать их надо массово. Так, шекспировский ремонт. Так, что-то я ещё. Вывод один. Проверять линии PCI и связь с банками. А то будете по пять раз доску греть и сажать чипы. Ну, вывод отчасти, наверное, да, тоже такой, что, ну, проверять всё тогда при поступлении уж. Но это, опять же, вы должны понимать, это не показатель. Потому что, скажем, может быть момент, и, скорее всего, он так и был в начале, когда чип к нам пришёл, ну, точнее, видеокарта. Чип там был со слипшимися шарами. Соответственно, шары даже по PCI Express линии были слипшиеся. То есть, мы прозвонка увидим просто-напросто, что там у нас короткая везде звонится, допустим, там на землю, если шарик BGA дефлинии и питание рядом, они слиплись. Соответственно, что, мы поэтому будем диагностику проводить? Да нет, это бред. И обрывы мы там тоже не увидим. Соответственно, ну, типа, хз. Не, ну, обрыв, кстати, может быть, и увидим. Но это тоже будет не показатель, потому что шары-то слившиеся. То есть, как мы, не подняв GPU, приговорим просто так видеочип, но это тоже маразм. Так, арт-гейм... Короче, наверное, что-то было ещё интересное, но память Хунек слажу полной просто. Вот объяснение Тексолид тоже 70% сейчас ужас. Ну, тут память Микрон, на самом деле, поэтому... Поэтому вот как-то так. Короче, вывод здесь только один, что, опять же, в очередной раз, по сути, Все мои, наверное, видеоролики, так или иначе, на это постоянно я указываю, что вывод, никому не верить, все перепроверять, доверять только самому себе и то только по праздникам, потому что, казалось бы, вот даже такие банальные вещи, когда вам говорят, что у нас свой, когда кто-то оперирует, я давно уже это понял, фразой, у меня свой мастер или я занимаюсь ремонтом уже 20 лет, с этим человеком можно уже не работать, все. Вот только когда вы услышали данную фразу, все, в принципе, лучше, как бы, забрать и найти другое место. Почему? Потому что, когда человек аргументирует, что у них есть свои какие-то мастера, что у них есть вот стаж и прочее, это вообще ни о чем не говорит, потому что, как правило, у меня здесь рождаются вопросы, если у вас 20 лет стажа по ремонту, так что же вы до сих пор ремонтом занимаетесь, почему вы не открыли свой сервис или как-то дальше не начали движение. Ну вот, потому что, ну, в свое время я тоже так или иначе застал такую картину, когда люди аргументируют на свою, типа, статусность тем, что у них большой стаж, но большой стаж это, на самом деле, вообще ни о чем не говорить. Ну вот, и в то же время, когда люди начинают говорить, что у меня свой мастер, и когда так или иначе, вот действительно, я по своей истории начинаю с этими своими мастерами контактировать, я понимаю, что у них просто, ну, пустота, пустота в голове и вообще непонимание ситуации. Если ты им про мод, там, 178-й тест с разными аргументами, они тебе про фурмарк, и что у них там что-то артефачит, вот, ну, примерно из этой эпопеи. Это выглядит достаточно все комично, но при этом при всем в такие моменты спускаешься с небес на землю и понимаешь, что, ну, к сожалению, да, квалификация большинства мастеров, она весьма посредственна. Опять же, я не хочу здесь, чтобы вы это восприняли как, типа, я всех остальных засираю, только я один умничка и молодец. Нет, это тоже далеко не так. Просто я-то всегда жду, что если мне говорят, что мастер с авторизацией, то с этим мастером можно как минимум говорить на одном языке, как максимум он может начать говорить такое, о чем даже я не имею представления. То есть, ну, потому что я-то считаю себя весьма посредственным мастером, как бы, ну, как и большинство, наверное, мастеров, которые работают в обычных сервисах, потому что авторизация-то по сравнению с нами-то, о-о-о, где-то там, то есть это сами чуть ли не разработчики, у них есть все карты, есть все понимание, есть там любая документация и прочая херня. Но когда ты, все эти розовые фантазии, к сожалению, разбиваются о суровую реальность, когда ты начинаешь с этими людьми общаться, то есть я общался с людьми, которые работали в авторизации, там, последние, условно, пять лет, и действительно они говорят, ну, это трэш, это как бы, да, это обычный сервис, где просто нет ни хера вообще. То есть ты получаешь вроде как авторизованные какие-то заказы, но их ты должен чинить, вот как вчера Саня рассказывал, я не умею это чинить, ну, так ты попробуй, в чем проблема. Ну, вот то же самое и тут. Поэтому так, дорогие друзья, делать выводы, как обычно, только вам, доверяйте только себе, проверяйте все по 10 раз, все фиксируйте, все старайтесь вот, ну, вот, блин, чтобы не оказаться в подобных ситуациях, заплатить за суммарно нерабочую карту, там, больше 100, там, не знаю, сколько, 120, наверное, 130 тысяч рублей, ну, это сильно, со всеми, там, вытекающими и прочим-прочим. На этом все. До скорых встреч. Пока.